Всем привет! Это Welcome to Jamrak и Куркума. Вы смотрите новости Ямайки. Сегодня в выпуске. Freedom Street. Где пройдет новогодний концерт вайпса-картеля и сколько будут стоить билеты? Не убивайте Sting. Какие шансы на успех есть у легендарного фестиваля в этом году? Массовая стрельба и угрозы премьер-министру. Что сейчас расследует ямайская полиция? Объединяя культуры и государства. Почему Шон Пол получил ключ от города Нью-Йорк? Субтитры делал DimaTorzok Ну или прислать небольшую денежку на будущее медиа-свершение. Это точно будет в тему. Домейка, домейка, welcome to Jamrak Ну а теперь срочно к главной новости этой недели. И вновь она касается вайпса-картеля. 26 августа артист объявил название своего долгожданного новогоднего концерта. Шоу получило имя Freedom Street. Также были названы место проведения мероприятия и дата поступления билета в продажу. Концерт, организацией которого занимается компания Down Sound Entertainment, состоится на национальном стадионе в Кингстоне. Его вместимость, как известно, 40 тысяч человек. Однако в недавнем интервью картель заявил, что ожидает не менее 200 тысяч зрителей на своем шоу. Артист предполагает, что 100 тысяч будет находиться непосредственно на стадионе и еще 100 за его пределами. В одном из посвященных грядущему шоу постов в социальных сетях, вайпс пообещал, что это событие точно войдет в историю. Также он пояснил, что Freedom Street это больше, чем просто название. По словам артиста, это целое движение, заявление или даже декларация о том, что Волкбасс возвращается на свой трон. Кстати, перед тем, как объявить название и место проведения ямайского концерта, картель устроил себе небольшой отпуск от родного острова, проведя около двух недель в Сент-Винсенсе и Гренадинах. Он прилетел туда на частном самолете вместе со своей невестой Сидема Стёрк и адвокатом Исатом Бьюкененом. И, судя по всему, отлично провел время. На отдыхе он посещал врачей, ел здоровую пищу и активно занимался спортом. Каждый день артист делился со своими подписчиками в Инстаграме новыми видео из тренажерного зала, а те в ответ радостно обсуждали подмеченные на записях забавные моменты. Например, совершенно не подходящие для такого рода активности белые эйрфорсы артиста. Или то, что упражнения он выполняет, не снимая золотых цепей, часов и колец. И за этим процессом, как правило, наблюдают два или три тренера. Но на спорте Сент-Винсентовские достижения картеля не заканчиваются. Артист встретился с премьер-министром, поотвечал на вопросы журналистов, получил несколько подарков от фанатов и даже успел выбрать себе участок земли для возможной покупки в будущем. Покидая полюбившийся ему Сент-Винсент, картель поблагодарил команду врачей местной больницы и всех сотрудников отеля. Артист остался настолько доволен поездкой, что даже записал небольшую рекламу. Призывая туристов выбирать Сент-Винсент, если те хотят отдохнуть на Карибах. Я уж грешным делом начала думать, что и первый концерт он тоже перенесет в свой любимый Сент-Винсент. Но музыкальных планов артиста поездка не нарушила. Вернувшись на Ямайку, картель практически сразу порадовал фанатов подробностями о грядущем шоу. Билеты поступят в продажу 31 августа в 3 часа ночи. Цены пока не разглашаются, но Вайпс ранее уже предупреждал своих фанатов, что им следует экономить. Первый за 14 лет концерт Волкбас точно будет недешевым удовольствием. На острове сейчас поговаривают, что минимальная стоимость билета составит 30 тысяч ямайских. Это 192 доллара США или почти 18 тысяч рублей. В телеграм-канале Джамрака я разместила опрос, нормальная ли эта цена, учитывая, что речь идет о первом концерте картеля после его выхода из тюрьмы. И 36% проголосовавших сочли стоимость вполне приемлемой. Еще 14 отметили, что на картеля этих денег не жалко. И столько же выбрали вариант, я думал, будет дороже. Остальным цена все же кажется слишком высокой. А как думаете вы, заплатили бы 30 тысяч ямайских за возможность послушать картеля вживую? Оставляйте свое мнение в комментариях. Продолжая тему концертов, расскажу и о легендарном Стинге, который в этом году должен пройти с 26 по 28 декабря. Но с тех пор, как картель объявил, что его сольное шоу состоится 31 числа, слухи об отмене ежегодного фестиваля не перестают кружить по острову. Ямайцы уверены, что после покупки билетов на концерт Вайбса мало кто сможет позволить себе посетить еще и Стинг. А выбор между этими двумя мероприятиями кажется очевидным. Картель не поднимался на сцену 14 лет. Конечно, все захотят увидеть и услышать в первую очередь именно его. Тем более, что Стинг в последние годы проводится из рук вон плохо. Проблемы со звуком, постоянные скандалы и драки, частые визиты полиции и прочие неприятности уже стали визитной карточкой этого мероприятия. В 2024 году организаторы решили положить конец полосе неудач и выйти на качественно новый уровень. И тут вдруг картель выходит на свободу и одним заявлением рушит им все грандиозные планы. Даже партнер Стинга, известный ведущий МС Наффи, уже открыто высказался в пользу отмены мероприятия. Он опубликовал в социальных сетях длинное сообщение, где подробно объяснил, почему шоу не должно продолжаться. Ему поспешил ответить Тахир Лаэнг, который в настоящее время является главным лицом ивента, и сообщил, что по-прежнему планирует провести фестиваль в объявленной ранее дате. Но его слова нисколько не успокоили ямайцев. Слухи об отмене Стинга продолжают циркулировать по острову, и сопереживающие фестивалю артисты уже вовсю дают организаторам свои советы о том, как лучше составить картелю хоть какую-нибудь конкуренцию. Так, например, ветеран донс-холла Мака Даймонд, которая сама несколько раз появлялась на сцене Стинга, выступила с предложением пригласить Алкалайна в качестве хедлайнера фестиваля. Из-за их продолжающихся разногласий с картелем выступления этого артиста должно вызвать ажиотаж, считает Мака. Она уверена, что люди тогда придут на оба шоу, чтобы оценить выступление не только Вайбса, но и его соперника. Она также считает, что Мавадо должен выступить на любом из этих концертов, но не уверена, что это в принципе возможно. Ведь выйти на сцену к одному из враждующих артистов значит автоматически выступить против другого. А Гулли Босс известен как давний друг Алкалайна и сейчас находится в хороших отношениях с картелем. Вряд ли он захочет конфликтовать хоть с кем-нибудь из них. Кстати, Лэнг пока отказался комментировать возможное участие Алкалайна в шоу, но подчеркнул, что не исключает такой вариант развития событий. Приоткрыть завесу тайны организатор пообещал в сентябре. Так любят говорить об острове сами Ямайцы. И когда я готовлю свои еженедельные выпуски новостей, то понимаю почему. Только там в списке главных тем одновременно могут быть концерт картеля, землетрясение и массовый расстрел. Популярный инстаграм-аккаунт MainDangers недавно делился забавной публикацией на этот счет. Но оставим шутки в стороне, ведь на прошлой неделе на Ямайке был зарегистрирован новый случай маршевой стрельбы. 21 августа в Сент-Кэтрин на поминках по бабушке Рейки и Донс Холл исполнителя Криса Мартина неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по присутствовавшим, а затем скрылся с места происшествия. Семь человек было ранено и один погиб. Спустя несколько часов после этого трагического события Мартин опубликовал в инстаграме пост, в котором выразил свои соболезнования семьям пострадавших и обратился ко всем ямайцам с просьбой оставить насилие и выбрать мир. Это уже второй случай массовой стрельбы, произошедшей на острове на последний месяц. 11 августа в Черри Трилейн в Кларендене 17 человек были расстреляны неизвестными во время бинго-пати на местной автозаправке. 8 из них, включая 7-летнего мальчика, погибли. Остальные получили серьезные ранения. Этот инцидент вызвал большой резонанс на Ямайке. Власти тут же объявили случившееся террористическим актом и в Кларендене было установлено чрезвычайное положение. А премьер-министр Эндрю Холлнес незамедлительно нанес визит в пострадавшую общину и пообещал скорбящим жителям, что не успокоиться, пока виновные не будут наказаны. Вскоре в сети появилось видео, на котором неизвестный Маске уничижительно отзывался о Холлнесе и угрожал премьеру и его супруге убийством. Сейчас полиция продолжает расследование массовых расстрелов и угроз в адрес премьера. В связи с инцидентом в Черри Трилейн содержано уже более пяти человек. Недавний стрельбой в Сент-Кэтрин власти это происшествие пока не связывалось. Ну а теперь давайте вернемся к позитивным новостям и поздравим Шона Пола. 24 августа ему вручили символический ключ от города Нью-Йорка. Артист был удостоен этой чести во время одного из концертов третьей ежегодной серии мероприятий «Райтап Нью-Йорк Сити». Это общегородская инициатива, в рамках которой этим летом в пяти районах Нью-Йорка проходили бесплатные выступления от популярных артистов на открытом воздухе. Одно из них было от Шона Пола. Артист делился своим творчеством со зрителями в парке Роя Уилкинса в Квинсе, где ему и вручили почетный ключ. Знак признания его важной роли в сближении карибской и американской культур, а также значительного вклада в развитие яркой музыкальной сцены города. Своей благодарственной речи Пол вспомнил, как в далеких двухтысячных Нью-Йорк сыграл решающую роль в его растущей популярности. Обладатель Грэмми назвал этот город очень важным местом для артистов, особенно для донскол-исполнителей. Он признался, что именно здесь когда-то почувствовал, что люди в большом городе понимают ямайца, а сейчас, как ему кажется, и вовсе происходит что-то большее. Стирается разрыв между культурами и государствами. Естественно, после шикарного выступления в Нью-Йорке и торжественного вручения ключа от города, Шона Пола буквально завалили поздравлениями в социальных сетях. И особое место среди них занимает, конечно же, публикация его жены Джоди Джин. Она поделилась с подписчиками своим снимком с только что получившим ключ Шоном и снабдила фотографию трогательной подписью. Он получил ключи от города и моего сердца. И на этой позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!